Здравствуйте! Сначала о том, где и как провести выходные. Афиша культурного времени. В пятницу 26 февраля Нижегородский планетарий приглашает в Зал Планета на мультимедийную лекцию «История Вселенной. Популярная космология». В субботу 27 февраля Театр Кукол ждет взрослых и маленьких зрителей на премьеру сезона «Сказку Колобок». В воскресенье 28 февраля Театр оперы и балета представляет блистательную оперетту Имры Кальмана «Мистер Икс». Культурных вам выходных, а ровно через секунду с гостем в нашей студии мы обсудим главное событие этой недели. 9 марта актер театра драмы Валерий Никитин отмечает юбилей. Его талант многогранен, образы и яркие, и убедительные. Как театр отметит юбилей любимого артиста? Узнаем прямо сейчас. У нас в гостях народный артист России Валерий Никитин. Здравствуйте, Валерий Васильевич. Здравствуйте. Валерий Васильевич, в вашем арсенале масса ролей комедийные, и острохарактерные, и драматические. А какие из них вы считаете знаковыми? Это, наверное, все-таки Нахлебник и Бунин. Почему? Потому что как-то так получилось, что у меня... Вот я вот проследил потом весь список ролей. Получалось так, что в основном в них образы со своим лицом, со своим каким-то человеческим достоинством. И вот особенно в Бунине, ну там понятно, там, так сказать, читается с самого начала. А в Нахлебнике, что он пришел к этому, этот маленький жалкий человечек, который был потешником у богатого барина, он пришел к этому состоянию. Вот эти роли для меня, наверное, наиболее такие знаковые, что ли. Потому что я и в жизни-то как-то стараюсь вот это сохранять свое лицо через вот эту вот, так сказать, нашу актерскую достоинство. Потому что наша профессия, она зависима, мы зависим от драматурга, и в основном от режиссера, от партнеров. И вот когда ты все-таки сохраняешь вот это свое лицо, это, наверное, для меня все-таки важно. А какая самая важная черта для актера? Тайна. Тайна? Да. Я-то себя недавно расформулировал такую, ну как недавно, давно уж, наверное. Узнать, приблизиться, раствориться и выразить. Узнать материал. Узнал, вот, вот это мое. Но тут тайна есть. Приблизиться к этому материалу. Тоже тайна. Раствориться. Как раствориться? Вот как? Ну, раствориться. Тоже тайна. И самое трудное – выразить. Как это выразить, я могу только судить по зрителю. Как интересно. А какие из спектаклей нашего театра, вот с вашим участием, являются вашими любимыми? «Брат Лоренцо» и «Ромео Джульетто». Там человек прикасается с юными душами, с Ромео и Джульетто, и старается помочь. Я однажды по спектаклю еду в трамвае, и на меня что-то смотрит, а у меня слезы текут. Сидит мужик и плачет, чует он. А я переживал, я еще не доиграл, я переживал за них, я поймал себя на том, что мне и это жалко, и этого жалко. И как бы я повинен в том, что ни того, ни другого не сохранил. А кто ваш любимый драматург? Драматург самый дорогой – это, конечно, Вампилов, Чехов. А почему? Горький. Потому что там есть какое-то высветление души, а не высвечивает душу человеческую. И у того, и у другого, несмотря на то, что в пьесе, так сказать, особенно у Чехова, там есть и боли, какой-то сгусток, вплоть до какой-то аж черной дыры, когда внутри вдруг все сжимается так, что человеку становится трудно дышать. Я посмотрел недавно уже ПВК, «Три сестры» мне так понравилось, когда они вдруг… Невероятный сгусток вот этого, вот сжатие этой душевной пружины. Но и вместе с тем, через это я понимаю, как эта душа высвечивается, как в одно прекрасное время она разорвется. Неважно, как она разорвется, но она должна разорваться, и тогда, и тогда наступает вот тот тоннель. Свет в конце коридора. Вот и у Чехова, мне кажется, это в каждой пьесе есть. На ваш взгляд, какая основная задача у театра? У театра основная задача, мне кажется, все-таки я такой консерватор, нерв, нерв. Вот когда через нерв, через какую-то душевную пружину ты подбираешься, да и спектакль подбирается к зрителю. Ведь театр – это что? Это живое общение. Все равно никакое самое хорошее кино, самый хороший телевизионный фильм не заменится. Потому что тут живое общение. Зритель узнает себя. Происходит какое-то очищение. И вот это очищение – самое главное свойство для театра добиться, когда зритель через слезы, через смех, через что-то катарсис. Омывание души должно быть, конечно. У театра – это самая важная задача. А она проходит только через нерв. Сейчас очень много играет со всякими шутками, прибаутками, каламбурами, чего-то там такое вот так. Вот надо почесать правой рукой за львым ухом приемчики. И режиссеры, и модные, и не модные, вставляют, так сказать, в персонажей, помимо его тексты, другие тексты, заставляют крутиться, повторять еще лишний раз. А почему вы для бенефиса выбрали… На хлебника. На хлебника. А потому что, вот я говорю, там есть как раз вот этот самый нерв, там очищение души происходит, там и любовь, и слезы, и жалость, и смех. Благодарю, Валерий Васильевич. Ну что ж, встретимся 9 марта на бенефисе народного артиста. И совершенно точно встретимся в культурное время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова